Она не очень тяжелая. Премьер создает контепарарских три папки сразу. И не дай бог у тебя какой-нибудь контепарар ушел, все, у тебя весь проект летит. Здесь, в Вегасе, что мне нравится, я могу монтировать сразу с винта, и я могу этот проект перекинуть на винт, открыть на другом компьютере проект, восстановить связи, и все будет работать. Вот в премьере фильмушки ты так сделаешь. По сути, в этой программе в Вегасе, там уже идет компиляция между автор эффектом и премьера. Если в премьере было строго определенное количество функций, там тоже можно все делать. Нет, там сейчас, по-моему, CS6 мы сейчас работаем, он, конечно, огонь. Я догадываюсь. Там все есть. Это CC имеете, наверное, да? Который, но последний, он должен был CS7 быть, а его SS сделали. Нет, ну мы сейчас это, на шестом пока работаем, мы не полезли дальше. Самый глючный был четвертый, кстати. Самый глючный. Блин, то что-то прям... А нет, пятый. 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 У нас пятый стоит. Четвертый в интизайне. Блин, четвертый работает, в интизайне четвертый глючный, а вот пятый в премьере, вот в ПГСГа закупили, 73 тысячи за него отдали, до сих пор не поставили. Три года ни на один компьютер поставить не могут. Спрашивают, какого хрена деньги платить. Просто для этого нужна хорошая машина. Если нет хорошей машины, то премьер поставишь. А Вегас он позволяет. Поэтому я начинала со студентами, с журналистами, как бы обучение именно с Вегаса, потому что можно поставить домашнюю пустоту. Он проще, да. Он проще, он столько не весит, он дает те же самые функции. Безусловно, премьер он четче, и там кодеки немножко другие. И вот опытные люди, когда смотрят, они могут даже по картинке определить, в чем монтировался, в премьере или в Вегасе. Хотя у меня до сих пор нет такого, у меня еще глаз настолько не набит. Вот. Ну вот я, допустим, работаю с партнером, да, Олег Дрожжа, он сразу понимает, где в Вегасе смонтировано, где в премьере. Потому что, ну, там немножко другие кодеки. Там, допустим, М2Т, да, HD-шный формат. Если просчитаешь в М2Т в Вегасе, пемьер его не откроет. Потому что кодеки разные, да. Что? Я тоже начинал с Вегаса все время. И то же самое, допустим, вот вы просчитываете для интернета H.264, в Вегасе это называется интернет-HD. Те же самые параметры картинки, 1280 на 720, точно такой же битрейт, все то же самое. Точно так же он, как импег-4 определяется, но только он идет H.264 в премьере, а в Вегасе он идет интернет-HD. Да, я хочу показать. 2006 год, да, начинали, когда, как раз в этом году, в 2005-2006 я начала работать в Вегасе, вот именно. Был премьер, то есть 2000-м я осваивала Вегасу, пошел так, как-то параллельно пошло. А потом мне показали в Вегасе. Я работала на телевидении и делала свою собственную программу. Она называлась телевизитрям. И я, как говорится, методом научного института. Слава. Медодом научного института делала. Ну, видите, это телевизионный формат, картинка 4 на 3. 2006 год. Эфирная программа. Вернет, ребята, вы смотрите программу телевизитрям. В прошлый раз мы с вами освежили в памяти, что такое скульптура. Этот вид изобразительного искусства зародился в древности. Человек изучал, познавал и пробовал. Окружающий мир открывал перед ним свои секреты. Сегодня мы вновь вместе со студентами средневековой лаборатории Волгоградского музея изобразительных историй отправимся навстречу новым открытиям. Кстати, вариант оформления студии. Сейчас, возьмем. Обычные палубы, да? Обычные палубы, да? Палубы не знают. Да, 720-770. Так однажды человек задумался над тем, что вещи и предметы, среди которых он живет и которыми он учится, отличаются не только в учащем размере, но и веществом. Пересчитывая рубег 2-й. Дерево, камень, глина, кости, металл. Мы с легкостью можем отличить древесину. Поставил еще один фонарь заливающий, чтобы немножко высветить там, потому что помещение было очень темное, а Canon X-L1 очень много свет. Такое. При охлаждении или нагревании. Вы любые первые шаги бегите. К примеру, плода, в рентиляторе ниже 0 градусов, завершается совмещение картинок в видеоруссоточках, в видеоруссоточках в видеоруссоточках белого дыма устремляется вверх. Но в любом состоянии она остается вверх. Работа со слоями в том сфере, да? В чем кроется тайна загадочных превращений? Это зависит на рельс, то есть на зеленке. Это зависит на рельс, то есть на зеленке. Что вы видите на своих экранах? Дом. Обычный дом. Издалека он видится на больших строениях. Примуруемый фон. Но стоит на к нему приблизиться, мы увидим из чего он построен. Мы видим четко каждый кирпичик. Это строительный материал, из которого люди построили здание. То же самое можно применить и к веществу. Сделаем это опять на примере воды. Обычный такан с водой. Ничего особенного. Правда? Но это только на первый взгляд. Невооруженный. Если наши глаза вооружить мощными... Ну, это понятно, да? А сейчас в момент тоже в Вересе. При ближайшем рассмотрении, кирпичики не стоят в состоянии вещества. Ну да. Так мы начинали на ноутбуке монтировать в Вересе. Он же не требует каких-то прям этих... Да, он как раз не требует... Мы осваивали. Я даже в Вересе помудрилась сделать планету на фоне темного неба вращающуюся. И когда у меня тот человек, который научил меня Вересу, говорит, как ты, где ты взяла вообще этот футаж вообще? Я говорю, а он у меня прям реально? Получилась 3D планета. Просто я путем наложения нескольких слоев эффектов, видеоэффектов на одну картинку, и задавая ему анимацию, у меня получилось, что планета, небо звездное, и эта планета, там эти воздушные массы ходят. Вот как-то так. Дырку просто вырезала в черном небе и все. Вот смотрите. Вариант, что могут сделать студенческие СМИ для продвижения своего собственного ВУЗа методом, так скажем, использования телевизионных технологий. Но здесь опять же метод совмещенный. Тут как бы и информация, и слайды, и телевидение. Все вместе, специально для интернета. Почему? Раньше инфографики такой не было, вот как сейчас используется в сюжетах. Те же самые восстановленные аварии, там все. Сейчас компьютерная технология все позволяет, это проникает активно в телевидение, но еще активнее это используется в интернете. Потому что иногда достаточно ничего не говорить, а просто выдать титр, допустим. Вот это как раз конкретный пример. За каждого текста нет. Но опять построено только на однишку стендапов. Или на стендапах. Корреспондент отказывается. Привет. Знаешь, совсем недавно я так же как и ты вам могла бы вам найти, куда поступить. И когда мне предложили поступить в САГУ, я долго думал, но все же решил искнуть. И не прогадал. И не только он. Привет. САГУ это не песня и не сумерки. Это Академия. Самарская монетарная академия, которая была образована в 1992 году. У нас учится более 2,5 тысяч студентов. И это не считая колледжа. Кстати, в колледж ребята могут поступить сразу после 9 класса. А потом вы можете обучение в академии. Вот вопрос. Видите, что на контрвике снято? Ну, заль, сверху. Андрей, как ты думаешь, что сделали? Зеркало. Дефлектор, да? Просто я поставил еще одну девочку. Она у меня держала большой дефлектор. Потому что нам надо было, чтобы в кадре была САГУ. То есть, в принципе, снимать на контрвике нельзя. Особенно, если у тебя камера работает в автоматическом режиме. Контрвик, она тебе сразу все в черное уведет и все. Лицо будет черное. Оттуда будет валить свет. Но, если использовать нормальный грамотный отражатель, либо выставленный свет, то можно добиться хорошей картинки. Вот. Здесь подсветка была снизу. Подсветка была снизу. Мы сыграли на солнечном зайчике. Направили солнечный зайчик на лицо человека. И опять же, монтаж по крупности. Да, я их снял отдельно. Снял вместе. Но потом за счет крупности я могу как-то там что-то монтировать. Была одна петля? Одна петля. Ну, как всегда. Ну, как мы работаем сейчас. Мы же все на коленках работаем. Пойдем так. Вы же прекрасно понимаете, о чем мы говорим. Я же не могу, допустим, с работы взять, да? 111-ю GVC, в которую там крепятся две петли, там с плюс 48 питания. Да. Но мне этот гроб тащить с собой. Оно мне надо. Просто вы продумываете сразу. Вопрос в том, что здесь одна школа в уличе Мус, которая позволяет ученикам 10-го класса помещать на этапы. Не-не-не, мы здесь не будем смотреть. Построено вот просто на статапе на цифры, да? Ну, что сложно вообще в тренингах? Да хоть каждую неделю можно делать какие-то такие закрапочки, да, ставить в тренингах там. А здесь мы со студентами немножко сыграли, смотрели. В академии несколько конкурсов. Все они современные и физмологичные. И сложные и умные. Как там у себя? У меня все хорошо, я еду к юристуру. Вообще, что в академии можно получить разные специальности. Здесь есть факультеты психологии, экономики, философии и нормальный степер. Но многих интересует наш юридический факультет. Сейчас я объясню, почему. Не боишься секретов, товарищ? Нет. Передо мной самый настоящий чемоданчик следует. Я бы поменьше немножко делала окошки, чтобы они друг на дружку не накладывались. У нас было то, что мы применяли этот прием мультиэкрана, да? Два окошка. В одном у нас выступала девочка, у нас был типа телемоск. Потом она рассказывала о том, как девочка в детдоме живет. И мы делали материал по подаркам маме на 8 марта. Или учителю, да? У кого образ нашел. Вот она делала открытку. И она потом эту открытку через... За счет этих эффектов она передавала в студию. То есть мы ее сняли там в детском доме. И потом она так вот нам на экран эту открытку. И потом эта открытка как бы переходила. Тоже они были в разных окошках. Ведущие, девочка, и они вот... То есть фактически cross-zoom эффект. В том же самом премьере он называется, да? Вот. То есть на самом деле... Это вообще все вот то, что вот эти всякие мультики, примочечки, да? Это называется вау-эффект, да? Когда человек видит что-то в нем необычное, оно сразу же привлекает внимание. Ух ты, да? Вау-эффект первый был, например, когда мы увидели в этих фильмах, особенно импортных, когда, знаете, такая доска стеклянная, да? И на ней там что-то компьютер какой-то вот там пишет. Потом это стали применять в фильмах научных, да? Еще в чем-то. Или там ведущий. Вот это у нас здесь с соответствующей подзвучкой, да? Там тык-тык-тык какие-то там циферки идут. Раз у тебя идет формула появляется, а ты продолжаешь рассказывать. Вот то, что в 2006 году это еще были такие как бы цветочки, да? Сейчас уже технология ушла намного дальше. Она и... В принципе, опять-таки, на коленках все то же самое можно делать. И не говорить, что это же нужна какая-то техника. Это нужна просто ваша светлая голова с кучей креативных идей. Вот и все. На самом деле все можно сделать элементарно. фотошоп, там, премьер или вегас. И поехали. Раскидываешь картинку на разные каналы, делаешь ее меньше. Делаете анимацию. Прокладываешь подложку. Все. Делаете картинку на альфа-канале, накладываете ее на ваше изображение, вырезанное на ариле. Все. У вас получается... Космос. Космос. Вот, кстати, провал эффекта, да, вот, на неделе мирового агробизнеса показывали очередную модель трактора Джон Дир, да, вот, где уже внутри, где люди не ездят в промасленных спецовках, все. Он ездит в белой рубашке. Техника настолько ушла далеко. Тракторист в белой рубашке. Вы можете себе это представить? Вы знаете, что, как бы, сейчас трактором можно управлять через GPS-навигацию. То есть, сидит диспетчер, да, в тракторе только сидит тракторист в белой рубашечке. Он ничего, собственно говоря, там не, не это. У него, их управляют с, там, какого-то центра. Это называется параллельное управление. Параллельное управление. Он может, конечно, и сам это включить трактор и ехать, да, подрулить. Еще называется подруливающее устройство. То есть, ты, как диспетчер сидишь, управляешь через навигацию. У трактора четко заданная траектория. Он едет, значит, до одного конца, потом до другого. Разворачивается с минимальным радиусом. Да. Разворачивается, едет дальше. То есть, это все просчитано компьютером. Одинное количество удобрений, это вот как раз координатная земледелие называется. То есть, машина рассчитывает, там сенсоры стоят, в зависимости от густоты растений, которые там, допустим, машины проезжают, она оценивает, сколько удобрений нужно на данный квадратный метр, посылает информацию туда, она приходит рассчитывать. Там губа обрабатывает, дает информацию и не высыпается столько, сколько надо. И столько вот высыпается такое количество удобрений, которое нужно для вот этого участка. То есть, ну техника настолько пошла, поэтому когда начинают рассказывать про сельское хозяйство. Для меня был вау-эффект, когда, значит, показывается презентация этого трактора, вот. и внутри стоит прозрачный монитор. Вот то, о чём ты говорил, да? Прозрачный ЖК-монитор. У него все параметры. И вот трактори сети, там, что-то съел. И плюс интернет. Плюс интернет, плюс у него там айпад есть, чтобы киношечку посмотреть. Он может пахать землю и параллельно смотреть кино. Читать книжку, там еще что-то. Вернемся к началу. Мы говорим сейчас о сельском хозяйстве, не о космической технике. Был просто интересный случай, когда вот один такой предприниматель, значит, и купи, ну, захотел поставить на все, у него было 20 тракторов, он захотел поставить вот этот вот подруливающий устройство. Он сказал, только 6. Он говорит, а еще 14? Он говорит, нет. Он говорит, привезите мне еще 14 пустых коробок. Вот. Они, значит, привозят. Кожухов. Кожухов, да. Они поставили эти 14 пустых, 6 настоящих, посылают. Он собрал всех трактористов. Ну, а что трактористы, они же все вот и это дело любят, куда-то заехать в чужой огород, спахать и так далее. Вот. Дисциплины-то нет никакой. И он что делает? Одного посылает на тракторе. Нет, он в первый день не сказал. Он в первый день не сказал, что у них стоят эти GPS-навигаторы. Посылает на тракторе с этим навигатором. Вечером приезжает, он всех собирает. Коля, давай посмотрим, где ты был. И, значит, Коля, там 10, 20, там 10, 30 ты был там-то. Потом ты заехал к бабе Мане, перепахал огород. Потом ты столько-то стоял. Потом это… Дисциплина за один день просто вот… Производительность в три раза выросла. Производительность выросла. И два, четырнадцать тракторов с этими, с муляжами. И только шесть подрубивающих. Но насколько это психологически действует… То есть перестали воровать топливо, сливать. Да, да. И топливо все контролируют. Вопрос о валуэффекте. Ладно. А давайте сейчас это… Так как вы делаете? Давайте мы сейчас немножечко… Практическую часть хочу попробовать такую маленькую сделать. И убить еще одного зайца. Да, и убить еще одного зайца. Как бы мне, помимо того, что мы сейчас чему-то учимся, производим взаимообмен, мне нужно буквально два-три хороших красивых ответа для программы «Большая перемена», которая выйдет в эфир 14 апреля. То есть вы еще и рискуете… Вы сейчас попробуйте себя и в роли интервьюера, и в роли интервьюируемого. Я вам дам фотик, дам петлю. Вот. Все есть. Вот. Там даже свет, если кто-то хочет на контролюке поснимать. Вот. Но не советую. Да. Вот. И вопрос на самом деле простой. Вот представьте, вам нужно сделать сюжет по подготовке, ну, для тех же самых абитуриентов, да, по подготовке к единому госэкзамену. Вот. Что вы используете в качестве иллюстративного материала? Подготовку к госэкзамену? К ЕГЭ. Прости, господи. Армию какую-нибудь. Армию. Как сразу глубоко мыслит парень. Я, кстати, предложил в своем вузе, вот где я сейчас работаю, устроить студентам, мальчикам встречу с военкомом. Угу. Мне сначала ректор говорит, зачем? Я говорю, ты подумай сама. Если сейчас мы соберем детей, пригласим военкома, причем ему задачу говорить не будем. Скажи, просто расскажи, пригласи людей служить в армию, там, и все. Просто расскажи, как ты это умеешь. И все. Придет военком. А у нас сейчас идет, ну, такая небольшая проблемка. Народ стал очень много пропускать пары. Ну, кто-то по объективным причинам, кто-то по необъективным. Ребята, я вас жду. Да. И военком со свойственным ему, понимаете, и так далее рассказывает мальчикам, которые будущие юристы, экономисты там и прочие, да, о том, как клево служить в армии. Естественно, понимаете, мозг взрывается у человека, он сидит, думает, ну, хрена, ну, ты рассказываешь. В чем-то здесь подвох. Потом военком уходит, мы его благодарим. Остается там, допустим, замдекан и говорит… Я озвучиваю эти списки, да? Ребята, в общем, ты, 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 ты можешь в ближайшее время уже писать письмо военкому, тебя уже берут, потому что у тебя пропущено то-то, то-то и то-то. Контровая биржа сработала. То есть, в принципе, эффект будет. Ну, единственное, что они пока боятся это сделать, да. Чисто мультик. Вот. Еще какой вопрос, вот, для стимуляции, для того, чтобы помочь студентам. Опять же, там, может быть, даже привлечь их в ваш густ. Что может быть? Ну, сами подумайте. Работа какая-нибудь интересная. Работа интересная. Что еще? Перспективы развития. Перспективы развития. А еще, личный опыт. Правильно? Угу. То есть, хорошая иллюстрация для того, чтобы, допустим… Вы, как личный опыт. Вот, как Колька, да? Я долго думал. Да, как, чего? Ну, понятно, что ему текст написали. Коль, студенческий десант, о котором я вам говорила, да? То же самое здесь. И вы, как личный опыт, вы должны сейчас поделиться с будущими выпускниками, чем? Подготовкой, да? К ЕГЭ. И как этот процесс происходил у вас. Вот какой вопрос вы сейчас будете задавать друг другу. И почему? И почему? Самое главное. А всегда старайтесь задавать вопросы, которые ни в коем случае не требуют односложного ответа. Да или нет, да? Иначе вы попадетесь. Особенно это сложно делать с людьми, которые закомплексованные, они на камеру очень сильно боятся говорить. Или с опытными журналистами. С вредными журналистами, которые, зная, что такие вопросы задавать нельзя, они вам четко скажут да. И будут смотреть на вашу реакцию. И будут смотреть на вашу реакцию. Вот так вот. Виктор Викторович Долонько послал я как-то студентов снимать опрос, значит, по поводу переноса дня города на осень. Вот. И они, значит, бежали-бежали, о, увидели на улице Долонько Виктор Викторович. И говорят, вам нравится, что он переносит на осень? Да. И стоит, смотрит все. И они потерялись. То есть. А как ты это вырежешь, вставишь? Понимаешь? Опрос, он же из нескольких мнений и фраза должна быть законченная. По-хорошему, мы, ребят, учим тому, что вот тебе задали вопрос. Ответы 90% вопроса, да? Как в английском языке. Т.е. То есть, если тебя спрашивают, там, расскажи, как ты сдавала ЕГЭ. Ты отвечаешь, я сдавала ЕГЭ, так-то так. Стандартная схема очень часто используется, особенно с какими сложностями ты столкнулась перед выбором ЕГЭ, да? Там, как ты сразу выбрала ЕГЭ, какие у тебя экзамены ты будешь сдавать, потому что некоторые до последнего не знают, какой экзамен они будут сдавать. И потом, в марте, вдруг нам моча в голову вдарила, мне говорят, я буду литературу сдавать, самый сложный, да? Елки-палки, да как же ты за два месяца, когда ты все десять лет не читал ни одной книжки, прочитаешь и все, я не знаю. Как-то сдал. Сдал же. Как-то репетитор пришел принимать, просто наш опыт. В общем, на самом деле, ребят, вот из тех телевизионных, так скажем, примочек, которые мы можем использовать, в интернете, которые мы можем использовать в своих СМИ. Репортаж, понятно, это the best, это лучшее. Пресс-лайф, как Елизавета Михайловна показала, да? Вариант ноу-коммент. Единственное, ноу-коммент, обычно это берется какой-то один длинный план, ставится, все, да. Ну, он подмонтированный, там подольше кусочки идут. Пресс-лайф более сложная вещь, но примерно… Пресс-лайф это такая переходная версия между, можно сказать, ноу-коммент и репортажем, где у нас в качестве закадрового текста выступают интервьюеры. А самое простое, с чего начинают обучение всех журналистов, это опрос. Вот приходит новый оператор, новый журналист, два новых человека на телевидении, что делают? Первым делом наливают мензурку спирта оператору и говорят, на, пойди протри оптическую ось. Если он берет этот спирт и идет искать, где же это оптическая ось, 90% его на работу не возьмут. Жестокий прикол. Еще один прикол, ему дают камеру, штатив, отключают внизу сервопривод этого трансфокатора и посылают на съемку, иди сними чего-нибудь. То есть человек думает, во-первых, что он сломал камеру профессиональную, которая стоит 20 тысяч долларов, а там просто внизу переключатель, там ручной. Это дедовщина. Ну ладно тебе, дедовщина. Вот. Мы иногда специально отключали и говорили, руками не трогай, потому что убью. Потому что, ну, Лешу Суботину мы так учили. Тихо, 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 тихо. Это, ребятка, у вас в основном какие аппараты? Фотоаппараты, вы на них снимаете или камеру? У нас есть, да. Видеокамеры, да? Пишите сразу на флешку? Есть на кассету. Соник на кассету. И сбрасывайте потом с кассеты, да? Через 13.94 сразу в компьютер, да? Конечно, да. Вот эту технологию мы уже, да, с кончиком нужно с ней уходить. Стараемся уходить от нее, да. Потому что это время занимает, это снял, это потом перекинул, есть, нет, все равно в реал тайме, да, час сняли, час перекинули. Конечно, надо с кончиком уходить. И разрешение картинки, конечно. Вот. Когда выходишь в интернет, а вишку сразу может не схавать ютуб, а когда перечислишь в инпек второй, получается ухудшение качества. Когда ты берешь изначально картинку лучше и сжимаешь ее чуть-чуть, сохраняется четко, сохраняется какие-то аппараты. Когда я в каком году, много-много лет назад задалась вопросом, ну почему, да? вот там картинка с эфирного телевидения идет такая, мыло, да? И на интернет там, каналах или еще где-то четко все. Ну понятно, я потом уже разобралась, въехала, что это видео хорошего качества, да? HD, Full HD идет, вот. И настолько вот четкие края, глубина, это все есть, да? Да я хочу, тоже так хочу, но для этого нужно было иметь технику соответствующую. В принципе, фотоаппараты, сейчас они это позволяют делать. Ну вот, мы снимали на, когда у нас была такая возможность, на Sony Alpha 37, вот. Вот, конечно, самое простое, что есть на этом рынке. Да, самое простое, да, самое простое, мы начинали с журналистами, вот, по ГСГА. Ну, есть свои минусы, в принципе, как и ко всей технике, да, нужно просто ее хорошо знать. Что она там умеет, что она не умеет, вот. Очень плохо работает вот в таких темных помещениях, сразу же. Зерно идет, жуткое. Там большое число кропа, и вообще, то есть, матрица там, она искусственно натянута на Full HD. Поэтому там... Ну, это самое простое, но, по крайней мере, для обучения нам не понятно. Ну, извините, 15 тысяч китовый набор стоит с двумя объективами. Кстати, для репортажки это нормально, потому что стоковый объектив, который 18 на 50, 60, он дает безумно ужасную картинку, плюс еще сразу затемняет края. Вот, когда на солнце снимаешь без бленды, прямо у тебя сразу идут вот такие края, вот, как закругленные, затемненные такие. Вот, а вот второй объектив там был, этот, до 200, который, да, 18-200, что ли, да, и 30-200, я что-то не помню. Вот он был интересный, он был интересный как телевик, как портретник. Вот, можно было так на длинном фокусе хороший пальчик снимать. Ну что, попробуем опросы записать. Ваша задача будет задать вопрос. Во-первых, стать правильно. Да. Ну, естественно, стать правильно. Вот как вы, во-первых, там, вы же пишете, наверное, интервью, да? Да. Пишете? Да. Вот, кстати, недавно на России увидела, очень несколько репортажей прошли, да и корреспондент в кадре, они прямо идут вместе с ньюфмейкером, да, он идет рядышком, и камера, как бы, отступает назад и пишет интервью, идет с микрофоном, раз-два, корреспондент. Но они оба идут на камеру, вот. А это тоже вариант такой используется, когда нужно динамику, движение какое-то показать, да? Если у вас есть время, и вы можете спокойно выставить человека на нормальный фон, обязательно обращайте внимание, что сзади, да? Чтобы ни рога не торчали никакие, ни розетки, ни, там, кто-то у нас не ковырялся, еще что-то. Я сняла однажды студ весну. Я даже не обратила внимание на задний план. Да, значит, у меня девочка, я, как положено, значит, по правилам, там, третий, да, ставлю ее на, там, первую, ну, на правую эту линию. Вот, там у меня идет, идут девушки, которые переодеваются, и, естественно, у меня фокус на девочке, которая на переднем плане говорит о своих эмоциях о студ весне. Они с красоты. Красотка наша. Ну, вот. Потом начинаю просматривать. А у меня на втором плане другая девочка берет вот так вот все, снимает себя вот так вот и переодевается без лифчика, без чего-то. Ух ты! Ух ты! Если бы Елизавета Михайловна выложила бы это в интернет, это взорвало бы вообще. Уже сто тысяч просмотров. Участвовать в этом конкурсе. Я аж, когда сотрудники посмотрели, я говорю, не-не-не, я, естественно, все это заблюрила. Сотрудники посмотрели все. Сотрудники посмотрели, но, естественно, это все заблюрила. Вот, потому что нельзя так показывать. Вот, я лоханулась в том плане, что не посмотрела даже на втором плане. Всегда прорабатывайте. Нет, она просто появилась уже потом, там, по мере того, как мы писали. Такой вирусный ролик. Да. И там еще котик пробежал и все. Котик это все. Любое животное, появившееся в кадре, или ребенок, или муха, это все, это забудьте вообще то, что вы снимали. Переснимайте сразу. Ну, особенно муха. А, ведь Яндекс на 1 апреля помните, что я сделал, да? Ну, муха лазила по этому. Ну, кстати, можно было убить. Кто-нибудь убил? Мышкой? Нет, надо было выбрать тапочек или мухобойку. Или газеты. И прихлопнуть. Да, я не знаю. Я сразу сделал, мне муха надоела. Поискал по экрану, но я же понимаю, что это технология, что должен быть какой-то выход. А еще сказали, если на муху нажмешь, еще две появляются. Это я больше всего боялся. Думаю, сейчас они, это, разбиваешь, а на две становятся, потом где-то от них мухи будут. Да, давай не отвлекаться. Сейчас нужно будет записать вам интервью. Вот. Встать правильно. То есть, всегда. Если вы, да я думаю, сейчас все попробуем, продумайте ответ на вопрос. Итак, вопрос звучит очень просто. Что сложнее, готовиться к ЕГЭ или выбирать профессию? Как это происходило у вас? Угу. 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 Естественно, вы начнете со словами, я думаю, что и так далее. Подумайте, что вы можете ответить на это. И потом ухожу. Подгрузились все. Угу. Церковь проглядывается. Красиво. Что сложнее, подготовиться к ЕГЭ или выбирать профессию? Как это происходило у вас? Профессию, на которой учиться или на которой работать? Профессию? Я не знаю. Чего знаешь? Уже на работу строиться, чтобы учиться? А? Ну, ты на кого учишься? На аналитика. Будешь работать в профессии? Аналитика. Вопрос. Если хорошо буду учиться, то буду. Ну, что тебе сложнее было выбрать профессию или подготовиться к ЕГЭ? Угу. Ну, то есть, надо учиться в профессии. То есть, у каждого по-своему все это происходило, правильно? То есть, сначала мы выбираем профессию. Просто некоторые до сих пор не знают, уже учаясь в ВУЗе. Там, третий курс тех же там у журналистов спрашиваешь. Ну, а зачем ты сюда пришел? Так вышел. Я уже сам не понимаю, что сюда пришел, что мне тут надо. Особенно, когда погружаешься во все эти дебри журналистские, и ты понимаешь, что реально это тяжело. И в жизни придется очень много, многому еще научиться. Как-то вот те, кто пословее, они, конечно, сразу что пословили. У меня была чудная ситуация. Ну, так получилось, что когда я работал на телевидении, ко мне всех студентов присылали тоже на практику. Ну, знаю, что у меня педагогическое образование, типа ты и сможешь объяснить. И вот пришла одна девочка, я занимался криминальной журналистикой. Ну, я сам снимал, сам писал, так получилось. И она типа, я буду криминальным журналистом. Ну, ладно, бог с тобой, ладно, посиди на информации. Ну, это первое, куда попадают все журналисты. Посиди на информацию. То есть пособирай, пообзванивай. Сейчас интернет есть, да? Раньше мы тупо обзванивали все телефоны. Вот. Ладно, день посидел, два посидел, что-то ничего как-то не случалось. Вот. В какой-то из дней уже там, чуть ли не под конец практик. Ну, что-то тухляк какой-то, гол полный. Вот. У нас, значит, четыре киндер-вуда, вундеркинда, блин, решили разобрать гранату. РГД-25. Вот. Она, естественно, разобралась. И при этом разобрала одного из киндер-вудов совсем. А двоевуки оторвала. Вот. Один там остался, контуженный, ну, такой, более-менее целый. Вот. У меня, естественно, все. У меня сразу заказан перегон на НТВ. То есть там все нормально. То есть я еду на съемку. У меня битокам сотка такая дура, блин. Вот. И она со мной, типа, я поеду. Ну, ладно хрен с тобой, золотая рыбка, поехали. Приезжаю, значит, снимаю. Ну, там все. Мед головной пчелы. Все, как обычно. Вот. Ну, кто понимает, примерно, как взрывается РГД-25. Ну, все хорошо, что не Ф-1. Там бы вообще ничего не осталось. Там просто фаршем были бы стены. Так, конечно. Вот. А это, ну, просто, так скажем, фрагменты на стенах. Вот. Тело лежит. Тех двоих увезли. Третьего тоже. Вот. Ну, соответственно, запах. Этот запах его ни с чем не перепутаешь. Вот. Кровь в перемешку с порохом и вот этими вот газами. Это вообще жесть. Вот. Ну, я зашел. Все отснял. Все, как мне надо. Все, значит, вышел. Там с ребятами, словно, перекинулся. Она говорит, можно я займу? Ну, он говорит, ну, зачем тебе их надо? Можно я займу? Я сказал. Иди. И сразу дядька Омонусу сказал, подстрахуй. Он меня сразу понял. Такой здоровенный дядька. Такая, а, типа, девчонку потискать. Она только переступила порог. Вот это тело. Тут все, значит, кровище. Все, ништяк. Она так назад. Полчаса она сбала Ватсона возле подъезда. Обзбала все вокруг. Они дома это сделали? Да, они дома сидели. Вот. Там вот обычная хрущева, знаешь. И вот этот вот центральная комната, вот как заходишь. Вот. Там красота вообще. Вот. Значит, обругало все возле подъезда. Потом у нее началась истерика. Вот. Реальная истерика. То есть, вот сидит такая уже бледная, выжатая девочка, как Лимон. Ее начало колотить. В общем, мы привезли ее в редакцию. Она на следующий же день перевелась на документоведение. То есть, она ушла с журналистики. Орвалась, там, шашка на голову. Я буду криминальным журналистом. У меня вчера дети подходят и говорят. Елизавета Михайловна, я хочу на криминальную журналистику. Как вы думаете, как быстро я поседею? Я так говорю. Ну, я, конечно, была на криминальной журналистике, но я еще не седаю. А вот Анатолий Юрьевич. Да, это как раз вопрос о том, что ничего нельзя пропускать через себя. Нет, просто, ни в коем случае ничего нельзя пропускать через себя. И не жалеть никого не нужно. Еще каких-то там, вы должны вызывать у людей эмоции своими материалами. Но ни в коем случае. Не поддавать этим эмоциям. Не поддавать этим эмоциям. Если они отрицательные, я вчера это подчеркну. Положительные ради Бога. Если там, уууууу, густует, нормально. Вот сейчас вам рассказывал профессиональный профилист, потому что так рассказывать о трупах, да, наверное... Какой месяц тогда была, когда тебе ДТП пришлось отписывать с несколькими погибшими? С расшлинёнкой доставали. А, расшлинёнку доставали. Сижу расшифровываю, а я как раз на шестом месте беременности была. Ну, мне этот заболел, а я его заменяла. Я не заболела на другой съёмке. Я его, в общем, заменяла. Привозят, говорят, расчленёнка. Я говорю, ну давайте сейчас расшифруем, сделаем информацию, видеоинформацию. То есть тоже такой есть вариант телевизионной работы. То есть не репортаж, а именно картинка и закадровый текст идёт. Диктор за кадром начитывает? Да, Диктор за кадром начитывает. А его перекрывают. Это не делается специально, а его перекрывают картинкой. Вот. Ну и сижу расшифровываю картинку, соответственно. Люк. Из люка начинают так потихонечку доставать. Ногу достали, положили. Вторую ногу достали. Руку, голову, туловище. Сижу, знаешь, ну да. Верхнюю часть не нашли. Ну да, что-то там как-то потерялось. Девчонки мимо ходят. Красота. Да. Это что? Я говорю, это нога. Да. Они говорят, ты что смотришь? Я информацию пишу и не буду. Это называется профессиональная трансформация личности. Искренне желаю, не связывайтесь с криминалом. Пишите о культуре, о молодежных проектах, о чем-то веселом. Молодежные проекты – это самое благодатное дело. Ну что? Кто за камеру? А кто за камеру? Ну давайте пока ребята за камеру, а девочки говорить, да? Потом махнемся. А потом махнемся. Или девочки сначала за камерой. Там ничего сложного, просто картинку нужно открыть, посмотреть. Задником прицепить петличку. Вот, кстати, обратите внимание, я поставил абсолютно нейтральный план. То есть это можно снять везде, в любом УЗе, в любом офисе. То есть это не будет, по крайней мере, отвлекательным. Не-не-не, все надо. Ну кто первый? Давайте свет включим. Да, кстати. Что, погнали? Нет. Что, погнали? Штопки нет? Погнали. Ну, погнали. А это свет не нужно тогда? Нужно вставлять. Вот смотрите, ребята, есть еще один нюанс. Вы в основном все работаете с автоматическими настройками, правильно? Вот, обратите внимание, есть такое понятие световая температура. Никогда не получалось так, что у вас картинка получается либо слишком красная, либо там синяя, либо какая-то зеленая. Это вот как раз нарушение по балансу. Если вы не умеете ночной баланс выставлять, не надо, не заморачивайтесь. Но старайтесь, чтобы у вас источники света были примерно одинаковые. Вот оттуда идет сейчас 5600. Эти лампы примерно 4300 по свету. То есть это все укладывается в рамки дневного света. То есть у вас по балансу будет дневной свет. Но если вы наталкиваетесь на лампочку Ильича, то есть на лампу обычную накаливания, у нее температура 3200 кельвинов. То есть она дает желтый цвет. Вот об этом всегда помните. Если вы попадаете, допустим, отсюда идет сильно с окна тащит 5600, здесь желтая лампочка. Вы просто потом замучаетесь, выравнивая все это на монтаже. Вот. У вас там будет либо красное все, либо синее. То есть обязательно будет какой-то перекос. Либо зеленое не привели, господи. Зеленое сложнее всего в управлять. Так, кто первый? Он. Отлично. Вот смотрите. Вот это то, о чем я говорил. Как раз у нас уже говорят. А! Давайте мы сразу, мы журналисты в кадр. Иди сюда. Ты в кадр, ты вопрос можешь задавать. Иди сюда. Вот это микрофон. Просто он маленький. Держи. Не бойся, он не кусает. Вот смотри. Чтобы правильно расположить съемочную группу на площадке, нам нужно помнить о том, что между оператором, журналистом и тем человеком, которому задают вопрос, был такой открытый угол. То есть мы становимся вот так. Но у нас сейчас нет такого микрофона. Вот у нас нет такого микрофона. Мы спеклёй. Да. Не надо ее цеплять. Пусть держит. Вот. Смотри сюда. Ручку. Куда? Спеклёй. Просто ручка ему не нужна. Все. Значит, соответственно, тебе не надо снимать ее ручку с микрофоном. Парень высокий. Еще один нюанс. Следите за тем, чтобы не ломать геометрию тела. Очень часто, наверное, видели, что некоторые люди вот взял так сверху шлёп сидящего человека, потом смотрят, что за фигня он какой-то такой несуразный получился. Поймите примерно, какой план вы будете делать, и в зависимости от этого вы можете выстраиваться. Вот здесь выстраиваемся либо по глазам, либо по носогубному треугольнику. Понятно, да? То есть, тогда у нас вот где-то грудной план идет, и у нас ничего не сломается. Если поясной план, то уже по глазам строиться точно не надо. Либо носогубный треугольник, либо подбородок. Соответственно, общий план вот где-то здесь мы будем, чтобы у вас не сломана была геометрия тела. Понятно, да? Вот смотри, мы здесь сейчас с тобой берем грудной план. Все, вы видите, что у нас нормально? И вот здесь вот, Андрей, правило третье не рассказывал? Третий чувак. Понятно. Вот. То есть... А, это сечение. Да. Все, молодец. Да, я касался его, но так... Вот смотри, чтобы у нас все было в соответствии с этим правилом, мы чуть-чуть плечи вот так разворачиваем к ней, да? Вот. А его ставим примерно на треть картинки. Вот, видишь? И он смотрит сюда. Тогда у нас получается правильное построение кадра. Готовы? Становись. Сюда. Все. Как будешь готов, говоришь, мотор. Ну, это по-старому, по-телевизиону. Ну, скажи, ты... Я уже надо. Надо смотреть. Вот. Вы общаетесь вот. На оператора не смотрим. На камеру. И в камеру не надо смотреть. В камеру не нужно смотреть. Вот, кстати, я не знаю, стандарты везде разные, но вот сейчас последний телевизионный стандарт требуется, чтобы человек ни в коем случае не смотрел в камеру. Вот последний переход на МТВ, когда делал два года назад, тогда уже это было. Это редкие случаи всегда были, если, допустим, какое-то прямое обращение идет. А так никогда в камеру не смотрят. Так, давай, держи микрофончик, задавай вопрос. Посмотри, как мы задаем вопрос. Мы сначала к себе, бла-бла-бла, вопрос, потом ему против. Окей? Ну, все, поехали, пишем. Что сложнее, сдавать ЕГЭ или выбрать будущую профессию? Я думаю, что это совершенно разные вещи, и отслабиться, вот говорим, приходится. Потому что при выборе профессии мы не можем точно упасть с первого раза. Так как надо все попробовать, и не знаешь, будет ли тебе это интересно, не знаешь всех аспектов и тонкостей твоей будущей профессии. А готовить ЕГЭ нам гораздо проще. Вы можете выбрать предметы, которые нам больше всего интересны, и уделить им особое внимание накануне экзамена. Так что мы можем хорошо сдать экзамен и поступить в университет, более престижный, которым мы хотим. И там уже постепенно выбирать профессию, которая нам нравится, изучать тонкости и отдельности разных профессий. Вот это мое внимание. Заводка. Сразу. И одни качи. Спасибо. ВУЗ какой? ВУЗ какой? ВУЗ какой? Сам ГТО. Сам ГТО. А, значит, смотрите, ребят, очень важно, вот тут наверху, вот дальше, дальше, вот. Опа, молодец. Очень важно всегда записывать титры и желательно их потом на бумажечку. Нежелательно, а все время записывать, да? Потому что на кадр, вот, например, скажешь тебе фамилию какую-то там, Султану и Мухаммеду. Как его фамилию? Как пишется там? Сколько там М, сколько там Л? Помидулла Хабибуллович? Спешите, вот как пишется, сколько Л там в Хабибулли и Хабибулловича, да? Вы не знаете. нет, а на самом деле там двери поэтому всегда, даже если очень простое имя все равно бывают такие случаи вот я привожу всегда пример меняемся по кругу ты идешь сюда, ты становишься туда или Регина у нас девочка была и Регина давайте чуть-чуть сменим точку потому что ее неправильно записали смотрим кто у нас в кадре потому что Регина хорошо, становишься туда а ты становишься сюда посмотри, вы примерно одного роста строчите под глазом сейчас держу микрофон, да? да, ты держишь микрофон а я отвечаю копипаст так вот смотри, нас тут видно в отражении поэтому нам надо чуть-чуть сместиться это вот то, что все говорят про второй план вот, либо закрыть шторы и пищи там не придешь очень осторожно будьте зеркальными поверхностями так вот недавно Елизавета Михайловна построила все в министерстве она просто заставила людей перейти из одного угла кабинета в другой на что тебе обитель сказали нас так даже телевидение не горит нифига, гоняйте если видите что у вас что-то лишнее в кадре убирайте потому что это лишнее будет потом отвлекать внимание от того материала который вы даете так, ну вот в принципе освещение дверь плохо, правильно говоришь поэтому смещаемся еще раз и тогда у нас вся конструкция смещается то есть ты стоишь здесь ты переходишь на ту сторону а его соответственно разворачиваем вот так сумку не видно, в которой он там лежит нет, смотрите я всегда ребятам объясняю мы команда я журналист и оператор вы команда поэтому если у меня оператор с левой стороны я держу правые руки вот здесь мы взявшись за руки мы вот так вот образуем ни в коем случае не делаем не рассекаем друг от друга понятно? так, все, вот смотри у тебя теперь две трети идут в другой стороне то есть там у нас вот здесь он стоял здесь у нас вот здесь он стоял а он еще болтается, видишь? вот это сложно а я ему тут вот пиджак, по-моему, или что там был? правильно, убирайте все еще какую ошибку делаю тоже начинающий вот смотрите и журналист становится вот так например не подходит к оператору и получается, что человек, который отвечает на вопрос он у нас здесь профи а его можно развернуть на камеру он не должен в камеру смотреть он должен смотреть на вас у нас были ситуации, когда мы подруливали как подруливающее устройство наших интервьюеров он сидит у меня на стуле кстати, никогда не сажайте на крутящиеся и ездящие стулья потому что сразу начинает крутиться опасность, что он вот так вот и куда-нибудь уедет из кадра забирайте все из рук потому что начинается вот это вот да, они волнуются люди нервничают, безусловно ручек не надо никаких спокойненько сидят чтобы не крутились, не ездили у нас была ситуация, когда он едет и едет едет и едет и меняет положение постепенно я начинаю ему задавать вопросы и вот так вот сама вот так вот двигаюсь потихонечку незаметно и он взглядом так за мной, за мной, за мной и в камеру возвращается потом начинаю что-то опять взлевать я его опять ловлю и опять тяну и сама так вот медленно он говорит, а я ага, ага, ага и его разворачиваю таким образом в камере еще вам не отвлекать да, да, ни в коем случае не отвлекать не отвлекаться самому если вы задали вопрос, вы держите связь бывает так, мы один раз видели я просто взорвалась стоять за ней журналист задала вопрос, ну скажите мне человек рассказывает, рассказывает рассказывает, рассказывает а кому а это стоит вот просто там что-то у него сотовый зазвонил, там еще что-то она но это не наша овца была это не наша овца была, но я говорю так никогда не делайте уважайте человека за того, с кем вы работаете все, он ваш, а вы его больше никого нет там Коля, Петя, Вася показали сведения пальцев Лиз Михайловна, ты потом молодого человека запиши на бумажечку что, уснул? полетаем так, Дмитрий Овчинников? да сам ГТУ полетел ну вот смотри, нормальный план у нас идет если человек любит шататься дай ему больше места для амплитуды рука нет, рука чуть пониже это ты рулишь в принципе твою руку мы не отрулили но за счет того, что здесь достаточно большое расширение картинки мы можем ее мы можем чуть-чуть наехать просто на него и все, уже на монтаже так, Дим, давай вопрос так, а потом тоже идти куда? вот, видишь? все тленно, важна только красная кнопка видишь красная кнопка? ага ну и уже нажали а ты не сильно в угол загнали, а? нет, нормально мне кажется сильно может мне роп все все мотор как вы думаете, что сложнее сдать и Г или Э? а зачем? в экзамене короче а потом на монтаже понимаешь что? это старая диллюзионная хитрость когда задаешь вопрос ты же ставишь опрос сразу если он без подводки идет тебе нужен хотя бы один вопрос Как вы думаете, что сложнее создать ЕГЭ? Как вы думаете, что сложнее, подготовиться к ЕГЭ или выбрать будущую профессию? Я считаю, что сложнее всего выбрать будущую профессию, потому что ЕГЭ можно создать А выбрать свое будущее, свою профессию довольно-таки сложно Потому что вот я, когда учился в школе, я два раза менял предмет, и я сейчас не скажу, что я учусь там, где я хочу работать. Ну, трудно, конечно. У меня был большой критерий — это отмазаться от армии, если честно. Поступить туда, где есть военная кафедра. А сейчас военную кафедру у нас почти отменили, так что, считаю, время практически пустует, сейчас интересы у меня потерялись, другие стали совсем не те, которые были в школе, и я уже не особо уверен, что буду работать с Кандой, и сейчас учусь. Большое спасибо за ответ. Представитель мой вопрос. Павел А. Буагонов. Я откуда? Сам. Сам. Павел, как поднимешься? Такой вопрос. А, главное, главное. Если очень было ответа. Как правило, да. Вот смотри, вот, ребят, обратили внимание, как тебя зовут? Да, Ксения. Обратили внимание, как Ксения, а, ну, в принципе, за Димой не видно было, да? Но вот так вот весь синхрон держалась за камеру. А что это дает? Тряска. То, что она сделал. Да. Она пыталась его чуть-чуть подрулить, я понимаю, но ты не сняла фиксатор. Голубь моя. Он тебе и мешал. Вот. Она пыталась его чуть-чуть подруглить. Не ловите человека. Пусть болтается. Пусть он чуть-чуть уйдет за край кадров. Да бог с ним. Это живой человек. И опять же, это какое-то движение в кадре у нас. Понимаете? Да, и камера не должна двигаться вместе с тем движением, которое происходит в кадре. У нас один гениальный наш студент пришел и говорит, я из Аль Михайловна, я снял супер-кадры. Значит, они были на мероприятии андеграунд какой-то там, я не знаю, музыка. Вот здесь какой-то недостроенный корпус с ГАУ есть. И там рокеры собирались, значит, играли музыку. И да, я двигался вместе с гитаристом. Я еще не видела, но мне уже стало страшно. В общем, на кадре, что в кадре мы видим, гитарист буквально держит гитару и начинает вот так вот двигаться. А мы на момент, и это же движение с камерой делает наш оператор. Мы когда вот это все увидели, меня... Там не бал, а бал, эффект получается. Меня запружилась голова. Я просто не могу на это смотреть, потому что движение должно быть в кадре, а кадр должен быть статичным. Да пусть там все внутри бегает и прыгает. Вот, но вот здесь не надо. Он говорит, вы что, из Аль Михайловны, это же драйбер. Я говорю, какой драйбер, у нас девочка как романтирует этот сюжет. Я говорю, ты жива? А минутный сюжет, он говорит, Дядя Михайловна, меня чуть не стошлило, пока я сейчас монтирую, меня укачало, да. Потому что вот это, она все-таки умудрилась, этот кусочек маленький станет, вот, где вот эта вот качка просто, я потом всем показывала. А просто больше брать нечего. Да, и он всем показывал, говорю, ребят, так не делайте. И это дешево, он говорит, гениально вообще. Но он, ну, видеоклиф снял, видеоклиф, наверное. Да, 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 мое изобретение, какое круто. Че, начнете. Так, что, теперь... Меняем точку. Ксения. А я заканчиваю. I'm ready. Нет настроения. Вот, в принципе, когда вы работаете с петлей, ее можно просто закрепить на человеке. Ну, вот, кстати, на Ксении можно показать, потому что она в пиджаке. Вот. Если вам необходимо закрепить петлю, вы должны сделать все для того, чтобы вам было как можно меньше видно. То есть сидя... Ты же мне вчера говорил, да, попросите за пиджак спрятать. Там как-то еще, да, за волосы еще что-то. Вот она может расстегнуть пиджак, спрятать и застегнуть пуговку. Мы иногда говорим за один вратник. Да, или вратник сзади. А что, самое главное, чтобы волосы... Да, потому что, особенно девушки любят своими шикарными волосами, ее лозить по петле, и в итоге получается шух-шух-шух. Да, да нет, они примерно одного рост, но можно чуть ниже, да. Сидя чуть пониже. У нас тоже была ситуация, потому что мы очень большую тетю, мы ее прикрепили вот сюда, вот, к петлю. Потому что по переду у нее просто... Для тебя правы, это куда? У меня просто... И никуда не сослужишь, но ее вот точно так. Отлично. Батарея может тебе потом... Это, не, нормально все. Она еще полчаса как минимум будет работать, чуть-чуть. Вот так, вот это вот что у тебя спрячет. Какие-то лезут лески. Тебе сказали про батарею, которая в кадре. А, батарея, которая в кадре. Да, это не очень, пожалуйста. Рез Михаил, уберите ей проволоки с нее. Уберите. Ну, вот мне какая-то леска. Так, ну, значит, смотри, крупнее просто берешь ее, и все, и батарея сразу уходит. И вот у меня тут на промышлении. Буксинф-мониторная. Ты понимаешь, что это офис? Вот, все, отлично. Вот, теперь смотри. Вот лучше вот так. Наоборот? Да. Да, тогда чуть-чуть разворачивайся. Я должна чуть развернуться. А ты тогда будешь вот здесь. Нет, нет. Вот смотрите, когда мы работаем с петлей... Потому что вот так хуже план. Конечно, да, да. А здесь более насыщенный, но и в то же время мы не отвлекаем. И более понятно, что происходит. Да. Да. Вот. Смотрите, когда мы работаем с петлей, в принципе, человек, который задает вопрос, может стоять рядом с оператором. У нас это называется под камерой. Но, естественно, ему надо смотреть, чтобы направление взгляда человека, отвечающего на вопрос, было как раз на него. И было по правилу третье. Если у нас, допустим, вот кадр, человек стоит здесь, здесь большая часть кадра, человек должен смотреть сюда. Понятно, да? Прошу, господа, задавайте вопрос. Так, сейчас я включу. Угу, мотор. Как Вы считаете, что сложнее, подготовиться к ЕГЭ или выбрать будущую профессию? Я считаю, что сложнее, конечно, выбрать будущую профессию. Но это лично для меня. Потому что, исходя из выбора своей будущей профессии, я буду выбирать, соответственно, единый государственный экзамен, который я буду выбирать для поступления в тот или иной вуз. И поэтому я считаю, что все-таки сложнее выбрать будущую профессию. Картавцева Ксения, Самарский государственный университет путей сообщений. Надо было паузу сделать, и ты глазами говоришь, ты думаешь, что сказать, ты сможешь туда в сторону. Ничего страшного, все же хорошо. Вы, кстати, все эти... Останавливай, запись закончилась. Останавливай. Останавливай, как еще раз. Картавцева Ксения. К. Картавцева. В. В. Б. А вот теперь внимание всех операторов. Какой же пути сообщения. Ага. Сам вуз. Да. А что, вспомнит об этом Ксении или нет? Сейчас посмотрим. Человек-то переволновался? Опа, о-о-о, все замерли. Что делать, да? Ответственно. В смысле, что это? Петличку надо убрать. Правильно, петличку надо убрать. Потому что, если сейчас Ксения забудет и пойдет, она потащит за собой камеру. Молодец. А некоторые не помнят, те, кого вы записываете, естественно, они не рефлексируют. Особенно, если у вас замечательная беседа получилась, да? Да, там все. Они забыли все. Самое классное, когда вам удается разговаривать человеку, он забывает про камеру. Вот. И вы говорили, да, спасибо, но журналист должен... Стойте, сидите. Сейчас я от вас отцеплю петличечку. Понятно? И еще один нюанс. Когда вы общаетесь и понимаете, что кроме интервью у вас ничего нет, постойте, пообщайтесь еще минуту, пусть оператор снимет перебивки. Дайте ему эту прекрасную возможность снять вас слушающим, снять какую-то деталь там на одежде, там у человека, там погоны, если это, допустим, официальное лицо, там что-то, что видно в кадре. Это нужные перебивки, которые потом, за которые вам потом монтажер, то есть режиссер монтажа, вот так вот скажут. Не отпускайте, не отпускайте человека, да, вы говорили, вы поняли, услышали, что он вам все сказал, но помните об операторе и помните о монтаже, да, и о монтажере, который, и человек, который все это потом будет склеивать. Вот. Попросите. Все, спасибо, Иван Иванович, только теперь давайте мы с вами просто пообщаемся, поставим, да, а в это время оператор, значит, раз, два, три, там обошел вас с одной стороны, с другой стороны, поснимал. Все, дальше уже спасибо. А как, например, на концерте? Ничего. Вот у меня, правильно, один раз на интервью на концерте, там вообще ничего не слышно, нужно было кричать, и на концерте побег. Да, а здесь нужно обязательно, если у нас микрофон работает, или выходить куда-то, где, ну, не надо становиться под колонкой. За уровень колонок, да, вы поймите, что у любой волны есть источник и есть направление. Звук – это волна, причем волна, которая расходится примерно под, ну, там, в зависимости от настроенности колонки, там, от 30 до 60 градусов, да. То есть, теоретически, если вы уйдете за линию этого звука, у вас уже будет не так грохотать, он будет где-то там, на втором плане, молоденький. Ну, в этом плане помогает микрофон, потому что если микрофона не будет, интершум запишет все, а вы будете только... Стоять шампу к ротикам. Да, которая шлепает ротиком, и все, и никто вас не услышит. Вот, на концерте, во-первых, идет более тесное общение, причем на концерте это будет выглядеть... Ну, если там выйти, какой-то open air идет. Да, это будет выглядеть примерно так, идет, значит, мозг там... А может и камера немножко подвигаться. Как тебе сегодняшнее мероприятие? Да, да, да. Нормально! Ну, а как вообще, кто тебе понравился? Вот эти ребята клево зажгли. Не бойтесь этого, ребят, это нормально. Для концерта, для движухи, для того, что вы потом положите все там в картинке, это нормально все будет абсолютно. На опале было, ты помнишь? Стоять шампу к ротикам. Ну что, еще кто-нибудь будет пробовать? Николас Саралович. Давайте не стесняйтесь. Давайте, давайте. Я Николас Саралович. Другое, другое возможности не будет попасть в телевизор. Я... У нас сегодня один министр ушел, с какой-то... Ух ты, это было. А что, на радио было? Ну, ну, да. И вы слушали, да? Вот, и мы слушали его диалог с его лицей. А у меня это на встречу все было мероприятия, и я со страху что-то утащила микрофон в... это... за кулисы. Нужно было его передать. И я была уроку его выключила. Единственное, мне хватило его выключить. Но я убежала с ним. Нет, это было, это... Волнение, это, конечно, признак, да, неопытности, но когда вы становитесь профессионалами, вы уже успокаиваетесь, вам как-то... Следующая группа, товарищи, прошу. Да, на радио бывает так, потому что бывает, если вы включите микрофон, а это, товарищи, по-друге, нам будет слушать. То есть, например, это же группа, когда там ведешь, если ты не выключил микрофон, вы думаете, блин, я же забыла, будешь, а это уже это да. А он, знаешь, когда был казус? О, да. На телевидении. Так, значит, смотри, ты смотришь за камеру, ты сюда. Я спрашиваю? Так, да, тебя спрашиваю. Как тебя зовут? Юля? Яна. Яна? Никита. Никита. Никита за камерой, Яна туда. Так, задний план. Смотрите. Ну, вот единственное, что сейчас, Никита, просмотрит. Нет, вот смотри, можно, да, можно только за счетом водолазка. А где-то выводить будешь из водолазки-то. Понимаешь, вот водолазка, это самое неудобное для ты клея, вот честно говорю. Вот жилетка, да, хорошо. Яне придется по-любому держать, я ей не буду крепить. Почему у меня жилетка? За волосы. Нет, я проявлю. Вот, а вот здесь, да, здесь можно за жилетку закрепить, да. Здесь вот, Вадик, вот как-то. Вот, крайний случай, когда вы не знаете, как закрепить, или, допустим, лето, это самое страшное время. Вот, вот так вот сделаете. Вот, крайний случай, можно там, под сарафан вот так. Раз, через плечо, но это когда у вас хорошая длина микрофона. Шнура микрофона. Вот, то есть и шнур вы не видите, и человека вы сильно не разделили. А ну, смеешься, у нас Волгоград, плюс 52 в тени. Там неразеть человека, в принципе, невозможно. Там бутылки нет? Вот сейчас посмотрим. Нет, сначала вот сюда. Ты поднял зеркало. Вот бутылка моя, бутылка в кадре. В кадре она? Да. Бутылки нам не нужны в кадре. Так, Юля, да? Смотришь на Яну. На нас Никита не смотришь. Сейчас двигайся чуть сюда, да. Плечки чуть разворачивай, сильно сдвинусь. Вот, хорошо. Так, ты смотришь на Яну, общаешься с Яной. Яна задает вопрос правильно, чувствуется опытный человек. Иногда, если шмур плохой, плохо экранированный, его болтание начинает вызывать шум при записи. Поэтому я увидел, что девочка остановлена. Поплодет. Вот, все. Там проектор в объектив не светит? Нет. Зачем? У меня же он выше уровня. Но все равно. Мы сейчас обязательно, раз строго правило, пишем фото в наушниках. Ну, к фотоаппарату наушники не прикрутите. Я когда на большой камере работаю, я тоже всегда с этим. Вот, все. Можно начинать. Кстати, лишний шум убрали. Красная кнопочка. Пошла запись? Да, можно. Скажите, что для Вас труднее было? Покотовиться к игре или же выбрать в помощь профессию? Мне труднее было выбрать профессию, потому что я не знала, с чем я столкнусь, чем я буду заниматься, кем я буду работать. И будет мне это интересно через несколько лет. То есть, если я сейчас поступлю, не факт, что через 5 лет я захочу этим заниматься по жизни. Подготовиться к экзаменам оказалось проще, потому что я знала, какие предметы я буду сдавать. Я знала, примерно, какие задания будут на экзамене. И, собственно, я выбрала, подготовилась и сдала. Спасибо. Скажите, какого зовут? Алимова Юля? Какой голос представляете? Сам выбрал. Я сегодня прям врубил. Так, молодцы. Юля, молодец. Сейчас Никита пока за камерой. Юля с Ярной меняется местами. А, нет, стоп. Юля, Алимова. Алимова. Давай посмотрим, где мы еще тут не отстрелили точечку. А вот, кстати, вот здесь и стой. Давай мы еще больше залезем в угол. Еще больше залезем в угол. То есть, в коридор можно направострел? Ты вот сюда выходи. Там интересно. Теперь у нас план поменялся. Теперь у нас план поменялся. Ну все, волшебно. Вот. Так что держишь такой ручкой. Ну смотрите, ребята, когда записываете разных интервьюеров, ставите их на разных планах. Так, двигайся сюда ближе к камере. Вот, хорошо. То, что вы сейчас и держите. Все. У тебя все хорошо. Вот здесь все нормально. Можешь нажимать. Это как раз правило на даже склейке. Ты сюда, когда на друга пристакиваешь. Это, кстати, вот мы тоже показывали сюжет. У нас там разные, с разных сторон стоят люди. Я начальник. Да, нормально. Скажите, что для вас было сложнее? Готовиться к ЕГЭ или выбрать будущую профессию? У меня, конечно же, как и для многих, было выбрать профессию намного труднее, чем уже задать ИГЭ. Потому что для выбора профессии было необходимо выбрать те предметы, которые я буду создавать, и к ним уже готовиться. И когда уже я противилась профессии, я выбрала предмет, и уже начинала, непосредственно, готовиться к ЕГЭ. Представьтесь, пожалуйста. Со всеми на Яна, сам как ты? Спасибо. Отлично. Яна не заняла, как фамилия. Сос, не знаю. Дим, прекращай. Четыре 200 сантиметров. Вот теперь смотрите. Вот мы, к сожалению, ограничены длиной шнура. Но, когда у нас есть возможность работать с очень длинным шнуром, есть замечательная вещь, когда мы можем просто за счет картинки вылезти практически из любой ситуации. Это вот действительно 50% успеха, это операторское мастерство. Мы ставим людей вот примерно на том расстоянии, где стоят эти бутылки. Да, у нас журналист там с микрофоном или там с радиомикрофоном, да, человек, который отвечает. Но за счет того, что они у нас стоят достаточно далеко, мы фокусируемся на отвечающем человеке на вопрос, и у нас все, что находится за ним, уходит в расфокус. У нас получается изумительный план, такой чисто телевизионный, который очень многие телевизионщики любят. Сзади все уходит в расфокус, то есть там уже не важно, что у нас есть на втором плане, оно нас не отвлекает. И картинка приятнее становится. Одно дело, когда на широкий угол снимаешь, а на маленький угол восприятие. И еще один мой, ну практически такой, один из любимых планов, когда вот за счет рельефа, да, то есть у тебя сзади идут люди, вот так, спускаются, да, ты человека поставил так, чуть повыше и в стороне. Его берешь так же на длинном фокусе, а там идут люди, так, толпа. А недавно у НТВшников видел вообще чумовой стендап из Киева. То есть, ну у них там же идут эти двадцатиоднократные объективы, там, но они же на чем сейчас снимают-то, я уж не помню. А в речне куда идешь? Нет, они сняли из окна, из которого стреляли снайперы. И вот идет человек, сначала человек в кадре, ну видно, что кадр сверху, бла-бла-бла, 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 и такой артеезд идет, и вот так вот вся площадь, и он там маленький, на, вообще восторг. Если есть такая возможность, ее всегда пользуются. Да, сейчас я придумаю. Давайте вместе думать, куда мы можем поставить человека, чтобы записать и постараться хоть чуть-чуть не повторить план, который уже будет. С доской? С доской. С стороны доски. Доска на фоне света идет, если нет. А можно закрыть? Можно закрыть, правильно, закрывайте потихоньку, либо ломайте ничего. Да, в эту сторону мы еще не снимали. На самом деле, это с помощью нашего телефона, может быть еще синхронный человек, но мы его не проще не обращаем. За это можно получить. Я вам сейчас покажу, что бывает. У меня есть запись. Кстати, тоже с Украины. Сейчас мы допишем, я вам покажу. У меня есть здесь запись. Я так думал, что социальный банк, когда убили, он сам журналист снимал. Потом они не принимали? Да нет, там просто, как бы, журналист проводит опрос, и я издалека снимаю, как журналист общается с человеком с разными компаниями. Лесь, ну, я же тебе говорил, что 63 руд не является официально зарегистрированным в СМИ, поэтому это башки не обязательно. Так, вот это. Вот смотрите, да, у нас доска хорошо, включает свет по-любому, потому что конкретно я пишу. У вас сейчас уменьшало до 3000 человек? Да, кто у нас будет, бюджетные. А у нас, ну, бюджетные, так, потому что на диске есть доска. Сейчас, по-моему, обязывают реагировать, даже блогер, какого-то, сколько будет, там, тысяча человек. Не знаю, нормально. На слабом, там, под юридическим проводом, что киски загистрированы. Заглазим, да. То, что на доске на диске видят. Вы можете видеть, да, маркеты плюс 12, плюс 0, плюс 17. Алик, может, действительно покажет. Главное, что там фола нет из трех пол. А что, когда переворачиваешь дозу в школе, а там так фола нет? Достаточно авторитетный. Дамы от первого уровня. Полно сейчас за камерой кто смотрит. А, все. Вот смотри, вот у тебя тот самый план, который мы прославили. Почему не зависит от накрытия? Выбивает контролирую, но это не страшно. Потом, если что, я добавлю яркости. Вы же понимаете, ты проследишь? А официальный? Значит, ты мне официальный корреспондент. Одно дело, когда ты прессов. А тут ты вроде не прессов. Ну, у меня в принципе прессовский вопрос. В принципе, прессовский вопрос. Выборить профессию, это нужно выбрать свой путь в жизни. И до единства класса мы жили, нам помогали родители. А тут нам нужно сразу определиться, кем вы хотите быть. Поэтому, я думаю, это намного сложнее, чем подготовиться к игре. Спасибо, прессовский вопрос. Николай, Никита. Тебесный. Понятно? Тут свет не очень подойдет, на самом деле. Все, останавливай. Лицо затемнено. Лицо затемнено, но это можно вытянуть уже непосредственно на монтаже. Никита Николаев, да? Угу. В этом, ну, левелс обычный, что в премьере, что в Вегасе там. Мне Керс очень нравится. А? Керс очень нравится. Кривый? Да. А это же есть в этом. Так, ну что? Где мы мотивы? Примерно понятно? А здесь есть. А здесь есть. То есть, вы знаете принципы обработки? Мне, как показали, вируси. Не пренебрегайте опросами. Они иногда очень хорошо выручальны. У нас, особенно вот летом, частенько таких ситуаций возникает, когда мы на эфирном канале работали, надо что-то показывать. Показывать нечего. А вот в отсуте в ухе. Выдумывали о какой-нибудь, значит, из головы, концертах. Да, что-то типа этого. И послали людей, наверное, в поля. И вот они пошли по городу, идут ко всем представителям. Скажите, пожалуйста, вам нравится погода сегодня в Волгороде? Да, клево, могу, и там все. А она говорит, да нет, говно, погода. И вот набил, ну, нет, и потом раз, и остается только потом к этому всему подписать какое-нибудь интервью. То есть вот если мы про погоду делаем опрос, да. Вот мы сделали опрос про погоду. Ну, опрос сам по себе он должен либо чему-то предчислить, либо что-то иллюстрировать. Вот. Вот вы будете как бы иллюстрировать, я вас в программе там по кусочку возьму, да. Вы будете иллюстрировать вот вопрос профориентации подготовки к ЕГЭ. У меня уже записан там руководитель этого центра профориентации, у меня уже записан психолог подготовки к ЕГЭ. Кстати, вы в ее концепцию идеально укладываетесь. Вот. У меня уже записан там министр какой-то еще, ну, там… какой-то… Как забавный, да. Вот. Вот. То есть вы будете как бы иллюстрировать. То есть журналист не всегда может объяснить что-то вот в репортаже, да. Ему нужна иллюстрация. Очень часто в качестве иллюстрации используются общественное мнение. Мини студентов, мнение родителей, все. Не пренебрегайте. Даже вот очень часто политики этим пользуются. А вот у нас была ситуация, когда на выборах нам просто говорили, так, значит, приходил дед, значит, человечек один, приносил, значит, в котлету денег и говорили, значит, не надо, чтобы за такого-то… дата было сказано столько-то хороших слов. Мы, значит, снимали телефон, звонили в парабруйку организации и говорили, так, люди, у вас там все нормально, все нормально. Вот если хотите, чтобы было еще нормальной, вот 20 человек на улицу, мы сейчас подъедем, будем вам вопросы задавать, они должны ответить то-то, то-то и то-то. Люди делали вот так, мы в нужное время подъезжали, записывали, все говорили, да, этот чувак, клевый. Они даже не знали, кто этот человек. Они говорили, что он клевый. Все. Вот так делаются выборы. Вообще, я, как всех опытные, вам скажу. 90% всего, что показывается в современных официальных СМИ, это ложь, звездежь и провокация. Остальные 10% приходится на спорт, культуру и криминал. Вам все понятно? Вот. Поэтому нам очень приятно работать со студенческими СМИ. У вас нет сейчас причин врать. Вы можете говорить честно, объективно, красиво, интересно, открыто. И вот за это я вас всех люблю. А до этого вы говорили, что снимаете только про добро. А как можно делать сюжеты про добро, когда в университете в туалетах нет хозяйственного мыла? Когда цены в столовой покушать 200 рублей стоят? Нет. А это плохие темы. Нет. Я прекрасно понимаю. Но если ваше учреждение… Это вот к вопросу, который мне мальчик задал, да, про независимые СМИ. Я реально считаю, что независимые СМИ – это СМИ, от которых ни хрена ничего не зависит. Ну ничего, сделайте одно среди студентов, да. Может быть, как раз именно ваше мнение подтолкнет руководство ВУЗа положить вам там мыло хозяйственное. Положить на ваше хозяйство мыло. То есть вы же имеете право высказать свое мнение. И они же прекрасно, конечно, они прекрасно понимают. Вас, я думаю, за это не уволят, не выгонят. Этим инструментом надо пользоваться крайне аккуратно. Можно, конечно, сразу так шашку на голову. Игры в клетке не накладывать в мясо. В туалетах нет хозяйственного мыла, нечем мыть хозяйство. Что за фигня? Вот. Естественно, вас сразу вызовут к проливанию для начала. И скажут, слышь, ты с немытым хозяйством. Я тебя сейчас оторву, по самому я не балуюсь. Вот. Можно сделать мягче. Можно пойти, как Елизавета Михайловна предлагает, через тот же самый опрос, модель которого у нас сейчас здесь была, да, записать опрос среди студентов, как вам нравятся вообще бытовые условия в нашем ВУЗе. Это кто-то, нет, может быть. Да. Мягко. Вы можете сделать вообще, чтобы привлекать внимание. Смотрите, вы делаете общим потоком какую-то информацию о событиях, такую текущую. Вот. И пусть знает руководство, что у вас есть такая горячая страничка, горячий раздел, на который вы носите очень актуальные темы. Например, да. Апрос. Апрос. Вы не говорите, что это вы, да, допустим. Вы просто-напросто общественное мнение. Что думают и, понимаете, когда вы будете, во-первых, вы это обозначаете каким-то разделом и говорите, заявляете об этом, говорите. Да. А вот еще у нас появится такой новый раздел, где мы будем поднимать интересные темы. Вот одна из первых тем, это вот там тут. И, Паша, что думают? Какая студенческая жизнь такая. Студенческая жизнь. Что думают об этом, да? Чтобы это не превращать совсем в вот такую позицию. Пусть там темы чередуются. Тут весна прошла. Понравилось? Не понравилось, да? Мыло положили? Не положили. Туалетная бумага есть? Нет. Там еще что? Курить в туалетах можно? Нельзя. Поднимайте. И в том числе и темы, которые помогут вам не только наехать на руководство, да? А вот именно помочь. Да. Помочь. Привлечь внимание. Привлечь внимание к какой-то проблеме. Курить, да? Курить в туалетах. Курить там на территории нельзя. Категорически нельзя, да? Вот. Как? Можно сделать ролик какой-то. Детроек нельзя. Вот. Нельзя ругаться коматом. Нельзя пить, распивать спиртные напитки. Нельзя. Делайте какие-то правила. Делайте вот, что думают. И просто-напросто заявите о себе таким образом. И к вам будут нормально относиться. Нет. На самом деле можно еще что-то задавать, что вам не нравится в университете. А у вас будет стоять, как сделать университет лучше. Вот и все. Да. Тоже вариант. Молодцы. Вот видно сразу, что человек работает в интернет. Он понимает сразу, что есть несколько слоев информации, что можно что-то вывести титром. Еще одна очень простая вещь. Как можно заявить о проблемах и при этом не получить тапку по мягкому месту, да? Запускается опрос, где там поднимается несколько разных проблем. А те проблемы, которые острые, выдвигаются там в виде титров. А также 20 человек запрошенных указали, что у нас есть проблема с недостатком в туалете. Там 10 человек посетовали на то, что у нас там в столовой слишком дорого кормят, да. Там 15 человек там ругались на то, что почему нам запрещают курить, а преподаватели курят. Вы никого не подставили. Вы обозначили тему, обозначили проблему. Вы об этом сказали, а при этом не получили пожар. Да это гениально. Это наоборот будет работать на ВУЗ, на его... Ну, грамотно. Просто объясню, у нас тема была. Мы снимали в том году еще про... У нас появились новые буфеты, пришли новые люди, новая фирма, буфеты. Три месяца нечего было кушать, кроме кока-колы и шоколадок. Вот в буфетах только кока-колы, только шоколадки. Мы начали эту тему и потом уже разобрав эту тему, мы поняли, что мы совершили такую ошибку. Мы спрашивали только одну сторону. Мы не спросили, мы не задали вопрос этот начальству, как, почему, да, такая проблема в наших буфетах. Мы только спрашивали у разных дневных студентов. Да, студенты жаловались. А позицию начальства мы не спросили. И поэтому это получился ролик в одну сторону. Но начальство не вызывали, ничего не сказало, а наоборот через две недели что-то появилось в ВУЗ. Значит, пирожки из этого появились. Используйте принцип НТВшников. Вот НТВшники, я говорю, вот почему у меня было всегда с ними сложно работать. Они требуют все. Все стороны. От и до. Все стороны. Вот там у тебя погибшие есть в ДТП, ты должен снять погибших. Не важно, что они не покажут это. Потому что сейчас запрещен, закон у нас трупы показывает крупным планом, да. Но они требуют, чтобы это было. И вот когда ты все-все-все соберешь, вот тогда только они у тебя материал примут. Собирайте, ну в общем, самая главная ваша задача быть объективными. Вы же не какую-то точку зрения отстаиваете. Вы помогаете, да, решить проблему. Сделать ВУЗ лучше, как Андрей точно подметит. Да, руководство выступит и скажет, да, ребят, действительно, ну понимаете, вот так и так и так, да. Тут, значит, у нас, ну вы подняли проблему, естественно, сказали студенты, да. И как это все сделать? Только не бросайте. Да. Вот если вы подняли проблему, введите ее, не давайте ей самой разрешиться. То есть вы подняли проблему, допустим, вот на одной неделе сделали сюжет, там, про курение. Через неделю зайдите к проректору по АХЧ, договоритесь. А как? Принято какие-то решения? Либо там студенческий правком. А вот была поднята проблема, был поднят вопрос. Какие решения принимаются? Тогда ваша функция не только развлекательная, там, организационная, да, но у вас еще социальная функция проявляется. Вы становитесь в своем ВУЗе реальной властью, которая может что-то решать. Вот та самая присловутая пятая колонна. Введите тему, не бросайте ее. Бросил тему, забыл, все. И твой рейтинг упадет, и тебя смотреть не будут. А когда будут люди знать, что если ты поднимаешь проблему, ты потом к ней вернешься, тогда вас будут смотреть. Уверенности нет в студентах. Вот тоже заметили, нет уверенности, они не верят. Они не боятся. И кто-то боится, да, кто-то не верит. Потому что очень... Ну, здесь нужен мотор. Изначально кто-то, вокруг кого это все будет организовываться. Потому что если такого мотора нет, не будет и СМИ, не будет канала студенческого, ничего, да. Потому что вот у нас сейчас вокруг меня, меня взяли, собственно, для этого, чтобы вокруг меня начали студенты как-то бургузить, да. Потому что я один во всех лицах. И они реально начинают что-то делать. Кто-то там мне присылает информацию со всех сторон, они уже хотят снимать, они хотят сниматься, они хотят писать. Вот. И если у вас есть такой человек, им нужно просто помогать. И действительно создавать редакцию, может быть устав какой-то сделать свой негласный, прям расписать. Пусть у вас будет редколлегия, куда войдут и преподаватели в том числе. Вот. Или там не хотите преподавать, пусть из ваших, там старшекурсники, с младших курсов, ребята. Вот кто действительно этим горит, кто может, кто хочет, объединяйте под свои флаги. И только от вас сейчас зависит, будет уверенность у ребят потом или не будет. Если вы сможете построить вот эту структуру четко, да, потом уже будут к вам приходить и совсем по другому относиться, естественно. И не бойтесь высказывать свое мнение, не бойтесь как бы ребят привлекать к этому делу. Да, есть такие, боятся, но у меня уволят, ну не уволят, а отчислят. Ну, как бы особенно плать на платьниках вообще никто не отчисляет. Да, открою вам страшную тайну. В ближайшие 2-3 года можно уже за поведение точно никого отчислять. Поведение тут точно нет. Если вы, конечно, из ряда вам выходящие вещи не делаете там, как некоторые… Каждое отчисление обсуждается на ректорате, персонально. Да. У нас поступило заявление от товарища Иванова на отчисление. Но это злостное нарушение. Причина. Товарищ Иванов работает, не может платить, за этот семестр не платил, хочет сейчас вот поработать, потом, может быть, вернемся. Весь электорат сидит, думает, что делать. Давайте предложим товарищу Иванову перейти на заочку. Вот как решается отчисление, ребят. Не так, что вот, типа, не пришел, все, вон отсюда. Да нет, ребят, ну, поймите, вы люди взрослые, прекрасно говорят. Не та экономическая ситуация сейчас, чтобы разбрасываться с студентами. Да, безусловно. Сейчас идет политика закручивания гаек. И это, прежде всего, коснется прессы. Но вы студенческая пресса, вы в большинстве своем не зарегистрированы. То есть, вас лишний раз тапочком по мягкому месту бить никто не будет. То есть, ну, а дети там играются, пусть играются. Да, мы дети, ля-ля-ля, мы играемся, но свои какие-то вещи через эту игру вы можете решать в легкую. Пусть думают, что вы дети. Пусть думают, что вы фигню. Скоро за нас займутся. Нет, пока не займутся. Пока еще нет. Регистрированная СМИ, вам бояться нечего. Если вы, конечно, не разжигаете междунациональный войс, занимаетесь терроризмом, не показываете всякие там ужастики. Не описываете, как 63.ru, способ самоубийства не совершеннолетний? Да. 13-й год, февраль месяц. Я помню, у нас был ужасный, слышь, когда сидел монтажер, она резала фильм, а фильм о самоубийце, вот, и там во всех подробностях минут 20, наверное, вот эта сцена, как он себе вены скрывает, причем, как вены скрывать надо, да? Не так, да? Это инструкция. И там была конкретная инструкция. Я оттуда из этого фильма узнала, что, оказывается, вот так надо вены скрывать, она точно тебя не спасла. 20 минут, она сидит, говорит, Лиза, я не знаю, что делать. Лена, что ли? Это... Ой, Ольга. Что, говорит, делать? Мне надо подрезать. Я говорю, вырезаю эту всю сцену 20 минут. Я говорю, что такое? Ну, сейчас. Да. И там все подробно. Он, значит, в ванну садится, он включает теплую воду, он начинает медленно и это показывает, как он прекрасно. Я думаю, что что? А мой канал, ну, какой-то, типа домашний, семейный, семейный канал, который смотрите. Это моя передача. Праймовская. А, кстати, твоя передача после этого. После этого идет моя передача детская. Здравствуйте, детишки. А на этом уже все деда вскрыли. Я говорю, что так? А еще у нас показывали, как травку курить там или еще что-то там, госячки забивать. Полезный. Да. Дети, давайте повторим. Сегодня деда Лиза научит вас курить. В моей передаче показывают только, как травку сжигают. Как купить лучше. Ну, это нельзя делать ни в коем случае, потому что на дураков хватает в жизни и так… Попробовать и захочет. Правда, что не спасут? Захочет, да. И шагнуть из окна захочет и шагает. Не, ну, кстати, реально, если поперек вены вскрыт, спасти еще можно, а вот если вдоль уже ни хрена. Я очень много имел дело с суицидниками, поэтому мы одного с крыши снимали, он, значит, из-за несчастной любви, полез на крышу девятиэтажного дома двадцать с чем-то лет. Не, уболтали. Вот. Причем, а у нас же уже вихрь антитеррор пошел, ну, в конец девяностых годов, то есть там все чердаки заварили. Так вот он продрался через эти решетки, весь в кровище, сидит, значит, ножки свесел. Из-за какой-то несчастной любви. Вот. Из-за какой-то несчастной любви, да. У нас, значит, группа зашла снизу, мы зашли сверху, там уже ребята, ну, как эти, ямакаси, знаешь, там ловить готовы. То есть уже одели... С окна как-нибудь. С окна, да. Вот ниже, ниже с окна там два спасателя, еще их каждые по два. Двумя бригадами мы выехали. Страхуют, уже готовы ловить его просто, если он сиганет. Вот. Все там, Андрюх Торшин как раз. Ну, все ребята, мы пошли сверху. Я с камерой, значит, этот, ну, мы обязаны снимать. Вот я просто работал в таких условиях, что я и оперативную съемку делал, обязательную для таких случаев. Вот. И себе на передачу заодно материал. Ну, это очень удобно, когда у тебя максимальная степень допуска. Ты можешь всегда выбрать, но тут надо помнить, потому что тебе-то дается все без купюр, а с точки зрения закона не все нужно показывать. Вот. И вот мы, значит, вылезли, начали его убалтывать. В общем, кончилось все тем, что у нас... Давай. Завязываем. Слушай, я бы задавил парня. Неслучайно вам протравку будет. Вот. У нас, значит, вылез просто еще один из таких уже опытных спасателей. Вот. И в какой-то момент мы остались вот втроем на крыше. Мы, значит, ментов убедили вниз спуститься. Вот. Всех покурили. Да. Практически. Вот. И мы что-то слово за слово начали с ним разговаривать, туда-сюда, значит, все выяснили. И мы его уговорили спуститься вниз на восьмой этаж к матери. Мы говорим, ну мать же, мать да жалко, ну вот мать жалко, мы пойдем там прощение хоть попроще. И вот мы его засунули в квартиру, там возле нее сразу стал участковый, потому что, ну в принципе это уже двести шестая была на тот момент статья хулиганства, нарушение общественного порядка. То есть вы уже должны были на пятнадцать суток закрыть, вот за эти деяния. Вот. Ну уговорили. Да. Уговорили, спустили. Бывает. Обычно те, кто позирует, вот как, я брошу. Ни хрена не брошу. Не бросают. Вскроют вены. Кто хочет, он тихо закрывается. Вскроют вены, кто закрывает. Вот видите, я вены скрою. Есть такие. Кто хочет, мы один раз приехали, мужик нажал на курок большим пальцем ноги. Потому что он застрелился из охотничьего ружья. Но поскольку было неудачно, у него шарахнуло дуплетом, от башки просто ничего не осталось. Вот мы его вытаскивали из ванны. Да. Там все, что осталось. Шесть. Вот как-то так. Поэтому, аккуратней со словами. Я вот говорил на первой лекции, что одна оговорка одного диджея, на Филиппинах там, по-моему на Филиппинах, да, привела к тому, что было по силе сто тысяч. Человек убито там, в течение нескольких дней. Началась там, короче, какая-то революция. Просто неправильно интерпретировали слова. То есть, неаккуратную фразу бросил в эфире, которая была воспринята как призыв к действию. И понеслась. Словами своими следите. Это к вопросу о пятой колонне. О силе слова, о мысли. Да. Так, ну что, отпускаем детей. Будем смотреть что-то и анализировать. У кого есть материалы с собой? Давайте. У меня еще есть маленькое заключение по поводу правил 30-30. У вас никакой лучший в собрании? Нет? У вас есть материалы. Композиции? Да. Композиции. Быстро, передвыстро. Я не знаю, знакомый бы с этим, не знакомый. Ну, наверное, Андрей говорил об этом? Да. Да. Нет, я об этом особо не говорю. Но я могу что-нибудь сказать? Я об этом часто очень не знаю. Да, я эту картинку сейчас быстро покажу. Все сразу же поймем. Потом перерыв выцентрелось? Давайте. Без перерыва, да? Посмотрим быстренько. Разбежимся, да. Хорошо?